Сегодня я хочу познакомить вас с алгоритмом работы в сервисе VT Abler. Когда вы войдете в Google Class и откроете инструкцию, то можете нажать на ссылку и перейти по этой ссылке на сервис. Пройти простую регистрацию. Если потребуется подтверждение вашей регистрации, то обязательно проверьте свою почту и подтвердите регистрацию. После регистрации вы попадаете в сам сервис. Мы с вами сегодня будем пробовать создавать учебное видео с анимированными персонажами с чистого листа. Для этого нажимаем на знак «плюс». При необходимости вы можете перевести в Google Chrome в окно браузера на русский язык. Для этого достаточно вызвать контекстное меню и правой кнопкой нажать «выбрать перевести на русский язык». Итак, правой кнопкой выбираем контекстное меню и переводим на русский язык. Что мы с вами здесь видим? Мы с вами можем найти какие-то определенные шаблоны и использовать эти шаблоны. А можно начать с нуля. Я предлагаю вам сегодня начать с нуля, так как это более простой путь. Итак, нажимаем на зеленую кнопочку со знаком «плюс» и вы попадаете на следующее окошко. Называем это, даем название этому проекту. Ну, предположим, учебная работа. Нажимаем на кнопку «начать» и мы с вами попадаем в режим, где достаточно много разнообразных сцен. Здесь мы с вами можем создать анимированные видео. Здесь можем перейти на видео базовое или премиум, но премиум – это платное. Мы можем сюда загрузить какие-то сцены, которые существуют, добавить. Ну, вот мы с вами нажимаем на анимацию. Ну, и я предлагаю что-нибудь более-менее связанное с образованием. Ну, вот что-то похожее здесь мы видим. Итак, здесь мы видим мужчина, женщина, различные какие-то моменты. И сейчас я предлагаю вам выбрать определенную первую какую-нибудь сцену. Ну, вот давайте с этой сцены мы с вами и начнем. Ну, первое, что мы с вами здесь вводим текст в этой ячейке. Вот, ну, предположим, что мы видим. А здесь можно выбрать shift или по умолчанию оставить его, или пролистать, посмотреть, выбрать. Ну, вот я выбираю такой какой-нибудь более-менее жирненький шрифт и нажимаю «Сохранить». Идет сохранение сцены. Требуется какое-то определенное время. И вот мы с вами увидели, что наша надпись появилась. Далее, что здесь время, вот у нас уже установлено время на эту сцену, короткое. Вот, мы с вами добавляем следующую сцену. Ну, например, можем добавить с этой кнопкой или внизу добавить сцену. То есть, собственно говоря, это роли не играет. Опять мы с вами выбираем какую-нибудь сцену и пишем. Мы можем с вами применить шрифт ко всем сценам. И тогда уже нам нет необходимости будет каждый раз выбирать шрифт. А можем оставить за собой право выбора. То есть, роли в этом, смотря по желанию, как вам будет удобно и как вы хотите сделать. Сейчас сохраняется вторая сцена. Вот это требует некоторого времени. Вот мы с вами видим, что сохранилась вторая сцена. Таким же образом мы с вами можем добавить неограниченное количество сцен, в принципе. Но в зависимости от нашей работы. Но, как правило, много сцен не имеет смысла добавлять. Что можем мы еще с вами здесь сделать? Мы с вами можем выбирать цвет. Ну, вот здесь показан какой-то определенный градиент. Вот. Посмотреть, что, как это будет выглядеть на варианте. Вот в данном случае. Мы с вами можем добавить здесь аудио. Вот здесь уже собрана библиотека звуков разнообразных. Вот. И мы можем предварительно прослушать. И если нам эта музыка нравится, эти звуки, выбираем. Кнопочкой поставили. Все. Мы с вами выбрали. А далее, после того, когда мы создадим весь ряд из этих сцен, мы можем, нажав на предварительный просмотр, просмотреть нашу работу, созданную. Здесь имейте в виду, что чем больше будет сцен, тем дольше будет процесс сохранения происходить. Но у нас здесь сцен не очень-то много. И поэтому сохранение идет быстро. Пока идет сохранение, обратите внимание, что вы можете обратиться в поддержку, если возникают какие-то проблемы, чисто технически связанные с сервисом. И здесь вот есть аккаунт, есть какие-то моменты, куда вы можете зайти. Обратите внимание, это профессиональный режим, это то, что мы заходим в бесплатном режиме, это ваш аккаунт, то есть ваш личный кабинет. Это, если вы захотите вдруг поменять подписку, можете поменять подписку, направить письма, центр помощи и так далее. То есть вот такие моменты. Сейчас вот уже заканчивается практически сохранение нашей работы, осталось совершенно немного. Бывают моменты, когда нужно перевести на русский язык, а через некоторое время вернуть лучше всего к английскому языку, потому что могут возникнуть какие-то проблемы, связанные именно с переводом. Итак, наше видео загрузилось. Вот мы можем его просмотреть. Так как оно было коротким, вот мы, собственно, быстро рассмотрим его. Вы можете в любой момент зайти и потом откорректировать, но не забывайте, что после каждого изменения вашего ролика необходимо его будет сохранять. Итак, мы с вами сохраняем нашу работу. Наша работа сохранена и она попала в категорию наших видео. Вот теперь наша задача поделиться с нашей созданной работой. Прокручиваем мы немножечко ниже и видим, опубликуйте и поделитесь. Нажимаем на эту кнопку, что мы с вами здесь видим. Мы видим название заглавия нашей работы. Если нам нужно, мы можем ее изменить, добавить описание работы. Мы с вами можем скачать видео и в последующем загрузить его на YouTube. Мы с вами можем перейти в режим редактирования видео. Мы можем отменить опубликованное видео. Мы можем сделать конфиденциальным, общедоступным или необщедоступным это видео. И, соответственно, мы здесь видим ссылочку. Если мы скопируем эту ссылку, то эта ссылка будет показывать видео именно на сайте Битябля. Если мы с вами решим встроить видео в блог или сайт, то мы можем скопировать вот этот код для вставки. Мы можем поделиться в социальных сетях. Но, как правило, я рекомендую видео скачивать. Ага, извиняюсь. Это платные планы. Значит, ничего у нас не получается со скачиванием. И вот таким образом мы копируем ссылочку. И мы можем эту ссылку проверить в любом другом браузере. Работает эта ссылка рабочая или не рабочая. Вот я открываю браузер Tor. И вставляю. Мы видим, что здесь у нас открылась эта работа создана. Я просмотрел. Да, действительно, все работает. Все нормально. И теперь мы после этого можем поделиться созданной работой. Отправить ее ученикам и так далее. Для чего вообще можно приспособить вот именно этот сервис? Если вы планируете какое-то мероприятие, то мы можем с вами сделать своеобразную рекламу этого мероприятия. Мы можем с вами такое видео создавать перед своими курсами или перед учебной темой. Если у нас идет учебная тема, дистанционно в этом режиме мы преподаем. Достаточно хорошо вот это работает. Ну вот, собственно говоря, и все, что касается этого сервиса. Спасибо. Благодарю за внимание.